Настало время для того, чтобы заглянуть в будущее и посмотреть, чем будут жить рынки в период с 15 по 19 июня. А на самом деле есть чем пожить, потому что это не просто неделя, это экспорационная неделя, но это ближе к окончании таковой. А вот начало относительно скучное, начало без событий. Вы можете посмотреть в любой экономический календарь, каких-то важных вещей там на самом деле нету, поэтому можно предположить, что рынок будет отыгрывать те события, которые так либо иначе реализовались в минувшие выходные. А как их определить, конечно, можно через нашу информационную новостную ленту Market News, она есть на сайте finprofi.club. Ссылка на нее есть в описании к этому видеоролику, так же как и ссылка на все другие материалы и источники, которые я здесь буду показывать. Ну и в общем действуем здесь, как говорится, по ситуации. А вот уже во вторник, 16 числа, есть некоторые интересные моменты. Например, коротко пробежимся, да, это процентная ставка в Австралии, которая, ну знаете, она как бы там уже все решено, особо вопросов нет. Единственное, что это почитать, посмотреть протокол заседания по кредитно-денежной политике. Ну мы и так с вами примерно представляем, что там может быть написано. Еще скучнее дела обстоят, наверное, в Японии, потому что там процентная ставка в отрицательной зоне уже очень давно, скажем так. И, конечно, господин Курода опять в очередной раз подтвердит, что если что, они будут увеличивать Куе. В общем, японизация это то, к чему-то стремится все остальные страны, не стремятся, а впадают все остальные страны. И это на самом деле очень-очень плохо. Но факт остается фактом. И мы здесь сильно задерживаться не будем. Обратим внимание, также мы во вторник на изменение числа заявок на пособие по безработице, которое публикуется в Англии в 9 часов по московскому времени. А в 15.30 уже посмотрим, что у нас с розничными продажами в США. И тут бы я обратил ваше внимание, что оно упало. Розница упала. Это понятно. Пандемия, все дела. И тут мы еще с вами поговорим об уровне инфляции. Кстати говоря, вот в среду 17-го числа мы узнаем первые данные по уровню инфляции за май. И в первом списке это у нас в 9 часов по московскому времени отчитается по данному показателю Великобритания. И посмотрите внимательно. У нас родница падает. У нас падает инфляция. Это при всем при том, что дикими темпами растут вливания в экономику. И еще одно подтверждение в том ключе, что рост баланса регуляторов, будь то ФРС, либо какой-то другой регулятор, на самом деле не... И даже увеличение денежной массы типа М1 на самом деле не дает никакой инфляции. Мы падаем. Очень плохо в Великобритании. Безусловно, не есть это все дело хорошо. В 12 часов по московскому времени узнаем аналогичный показатель по еврозоне, который тоже скатывается в дефляцию. И это просто жуть какая-то. В том плане, что на самом деле целевой показатель по уровню инфляции в еврозоне, да и во всех развитых странах, это 2% годовых. А здесь мы видим от года года, что 2%-то было один раз, не знаю, в 2018 году, когда Марио Драги прекратил осуществлять программу КУЕ. Ну, тогда после этого сразу же мы увидели снижение инфляции. И были моменты, когда еврозона находилась в дефляции. И это очень плохо. Вот тогда они заговорили о том, что деньги надо пить, ну, КУЕ надо проводить и прочее, прочее. Сейчас мы с вами видим то, что деньги, так сказать, в экономику вливаются, а инфляция нифига не разгоняется. Поэтому это безусловно плохо. Это прям системный, я бы даже сказал, кризис. Тем более, если мы посмотрим на Канаду, то там увидим, что за апрель вообще уже уровень дефляции имеет место быть. В среду, 17-го числа в 15.30 по московскому времени мы узнаем свежие и майские данные за этот самый показатель. Среди хорошего среда мы с вами можем получить дивиденды от Магнита. Потому что отсечка у них 19 июня. А чтобы попасть на эти дивиденды, нужно купить акцию за два дня до отсечки. То есть, 17 июня по состоянию на этот день вы должны быть при акциях. И тогда вы получите дивиденды в размере 157 рублей за акцию. Я говорю про Магнит. И четверг, одни из самых интересных дней. Четверг и пятница, когда, собственно говоря, все и происходит. И решение Пиццарского банка по процентной ставке. Именно с этого, по большому счету, начинается четверг. Это 10 часов в 30 московском времени. Чем круто? Круто тем, что, знаете, у них тоже, как и в случае с Японией, на самом деле все отрицательно. Проводится и так далее, и так далее. Кстати, оценка монетарной политики в 10.30 мы с вами узнаем. В 11 часов в московском времени произойдет пресс-конференция Национального банка Швейцарии. И тут я бы отметил, что банк Швейцарии, точнее ее руководитель, недавно сообщил о том, что они проводят валютные интервенции, чтобы сдержать снижение, по-простому говоря, валютной пары евро-франк. Сейчас она обрела какую-то, благодаря силе евро, обрела какую-то восходящую динамику. Но, тем не менее, очень внимательно надо последить и посмотреть, что он будет говорить именно в этом ключе. Не то, что там монетарная политика, что весь мир там в заднице и так далее, и так далее. Это как бы и так понятно. Без него все это в курсе, без него все это знают. А вот, например, что будет, ну, есть ли какая-то привязка и какие дальнейшие интервенции будут, вот это вот, да, очень интересное событие. Не менее интересное событие, это заседание мониторингового комитета ОПЕК+, которое произойдет 18 июня. И тут такой случай, когда, вы помните, мы с вами делали, обращали внимание на что? На то, что вот 18-го должно быть мониторинговый комитет, и где-то в числах 20-х должно было состояться заседание ОПЕК, ОПЕК+, министерское, да. Но вы все помните, что оно, по большому счету, состоялось заранее, это было 6-го числа, и все там уже решилось. Но технический комитет, мониторинговый комитет никто, по большому счету, не отменял. Посмотрим, какие данные они там опубликуют, что кто что соблюдает, не соблюдает. В общем, в этом ключе будем с вами смотреть. И, конечно же, экспирация. Первое, кто экспирируется, так сказать, в очередь, это 18-го числа. Фючерный контракт на индекс РТС и фючерный контракт на доллар-рубль. Ну и, соответственно, все опционы тоже из всего этого дела экспирируются. Надо все это понимать, надо все это делать. И получается, что у нас последний день обращения, это именно 18-го июня. Что делать? Ну, по большому счету, кто сидит там в позициях, рассчитывает что-то там дальше держать, роллируйтесь. Однозначно роллируйтесь. Что такое роллирование? Мы уже с вами обсуждали в рубрике «Пульс» трейдеру на заметку. Посмотрите, пожалуйста, на нашем YouTube-канале. Ну, а от себя скажу, что вот такой состоялся фючерный контракт. Тут другого, на самом деле, ничего и не скажешь. Еще одна экспирация, но уже в Америке. Пройдет она 19-го, так сказать, в пятницу, 19-го июня. Будет ли волатильность на экспирации? Очень многие говорят, что вот сейчас все экспирируется, сейчас будет дикая волатильность, непонятные движухи, типа я не торгую. Ребят, но на самом деле это не такая уж и экстраординарная такая вещь. Единственное, что я бы хотел отметить, это то, о чем я говорю в брифингах, наверное, уже целую неделю. Это то, что со сменой фьючерного контракта вполне возможно, что мы получим смену настроения на рынке. И по большому счету это реализуется. То есть вспоминайте, как это было в марте, да, значит, падение S&P 500 проходило, так сказать, в течение всего марта, да, и закончилось 20-го марта, когда произошла фьючерная экспирация. Там после экспирации еще по инерции прошло падение, по-моему, процентов на 11-10, а после этого, собственно говоря, рост. И этот рост, я так и полагаю, что он закончится вот именно этой экспирацией, а может быть даже уже закончился. Все прекрасно видят котировки S&P 500 по большому счету. Да, вот так тут выглядит E-mini S&P 500 фьючерс. Конечно, неправильно говорить о том, что экспирируется S&P 500, либо NASDAQ, мы его теперь сами смотрим. Почему? Потому что S&P 500 по факту этот индекс, он не может экспирировать, так же, как и NASDAQ. А вот фьючерс на этот индекс вполне возможно. 19-го числа это последний день торговли, соответственно, следующий фьючерсный контракт это сентябрьский, он уже активный. Не сказать, что переходит открытый интерес, пока этого не происходит, наверное, на следующей неделе это все будет перекладываться потихонечку. По состоянию на 10-е число 3 миллиона фьючерсных контрактов есть в июньском фьючерсном контракте и только лишь 193 тысячи в сентябрьском. То есть, де-факто, орлирования пока нет, это будет происходить в течение 7 недель. По новостям, тоже не менее интересная новость в пятницу в 13.30, решение Центрального банка Российской Федерации по процентной ставке. И здесь я бы отметил, что ожидается понижение. То, что по большому счету анонсировала Инна Бюллина и, в принципе, к этому есть и предпосылки. Сейчас процентная ставка в России 5,5% будет, прогнозируется 5% и, скорее всего, будет 5%, потому что, в принципе, это просится ценой. Если мы сами посмотрим на долговые бумаги России, соответственно, хорошо это или плохо, ну, не знаю, ну, кредит станет подешевле, да. А что касается волатильности, даже если они ее понизят, то особо волатильности ждать не будем, они, скорее всего, понизят. А если оставят без изменений, вот тут, конечно, будет странно. Чуть-то они ее оставили без изменений. Будем также следить с вами за количеством буровых установок в США. Сейчас это для нас сами важно. Почему? Потому что, ну, знаете ли, там цены на нефть подросли и в каких-то местах окупаемость выходит. Она по пятницам выходит, обычно мы за ней не смотрим, но вот поскольку в нефти сложилась такая ситуация, да, то мы видим. 206 нефтяных буровых установок, это прям минимум, это сейчас, да, мы в пятницу 19-го числа увидим значительно меньше. Это минимум, это, ну, меньше был в 2010-м году, но там как бы вообще вопросы совсем другие. Это даже падение 2006-го года на нефтяных котировках мы видим, что сейчас буровые установки сократились значительно выше, ниже. Значит, и еще одна такая вещь, это уже больше касаемо на евро, внимательно следим в информационном фоне в том числе, причем на протяжении всей недели, потому что на 19 июня, на пятницу следующую запланирован саммит Евросоюза. И в этом саммите вполне возможно будут обсуждаться возможность принятия, значит, новой, принять, создание фонда восстановления экономики на сумму 750 миллиардов евро. Там много вопросов, примут, не примут, как бы непонятно, но, в принципе, для экономики еврозоны это будет, наверное, хорошо, если примут, но вопросы, безусловно, есть. Следим в том числе через телеграм-канал, через маркет-ньюс и как это отразится на евро. Ну, знаете, очень сложно сейчас говорить о том, как это все дело отразится на евро, потому что мы с вами прекрасно видим, что последнее увеличение объемов программы количественного смягчения, которое было объявлено регулятором обычно, в обычном рынке, приводит к тому, что валюта этой страны дешевеет, но этого не происходит. То есть, как бы программа Куи увеличивается, а евро на этом, в принципе, даже подросла, поэтому здесь немножечко другая реальность и на это, безусловно, делать нужно упор. На этом все, значит, пусть следующая неделя для вас окажется профитной, будьте осторожны.